Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают может отличаться в 5 раз. Все мы понимаем, какие цены сформировались. На сегодняшний момент по некоторым культурам все мы понимаем управленные сцены, которые были в прошлом году. Этот год играет не на руку по отношению к прошлому году, по большей структуре. То есть, поэтому, вполне закономерно, мы задумываемся о том, чтобы выходить на внешний рынок. Если говорить о внутреннем, есть у нас аналитический портал, который отслеживает цены, мы понимаем, что на примере капусты, аналитика по ценам за 9 прошедших лет, 3 из которых был убыток, 2 года минимальная прибыль, 3 года хорошей, хорошей прибыли 1 год. Прибыли просто вжечь какой. Как можно планировать бизнес на основании подобного рода вещей? Ну, наверное, сложно. Немного о стране, как стране, о конкурентоспособности страны. На этом слайде указаны индексы, где мы находимся по состоянию на предыдущий год. Первая колонка. Это наше место в рейтинге. Вторая колонка. Общее количество стран, которые в этот рейтинг попадали и исследовали. Конкурентоспособность. Мы на почетном 85-м месте, из 140-ка. По легкости ведения бизнеса, мы на 83-м, из 189-ти. По экономической свободе, мы на 162-м, из 178-ми. налоговая нагрузка и так далее. В общем, много-много разных вещей, где мы находимся не в оборе, с точки зрения внутреннего рынка. Что делать? На внутренний рынок целиком и полагаться не можем, потому что он непредсказуемый бизнес формировать на базе внутреннего рынка невозможно. Поэтому мы должны каким-то образом анализировать, где мы сильны, смотреть на внешние рынки, в том числе, где наши конкурентные преимущества и пытаться выходить туда. Но другого варианта вести системный нормальный врачной бизнес в Украине невозможно. Это субъективное мнение мое и, наверное, большинство присутствует здесь в том числе. Касательно того объема, который мы выращиваем. Ну, история компании берет свое начало в 2011 году. Были определенные удачные и неудачные периоды. В прошлом году мы открываем новую страницу истории своей компании. В прошлом году мы опять вошли в выращивание. В прошлом году мы выращивали 50 гектаров овощей. У нас вроде как получилось. В этом году мы выращиваем порядка 200 гектаров овощей. Вроде как тоже получается, судя по полю. В следующем году мы также планируем расширяться, увеличивать свое производство. Дискутируем о том, какие культуры, как, когда и так далее. и так далее. Проблема людей. Все наверняка сталкивались. Да, с той проблемой. Одна из самых ключевых в нашей ситуации. Поэтому то, что мы пытаемся сделать и то, что мы ищем, один из ключевых факторов выбора культуры будет также механизация большинства процессов, которые существуют на поле. морковка у нас есть, лук у нас есть. Мы смотрим на другие культуры и смотрим, каким образом мы можем максимально механизировать, чтобы уйти от человеческого фактора как можно дальше. Технологии напрямую связаны с автоматизацией. Ну и немаловажный фактор. Возвращаемся в историю октября 2014 года, до которого Россия съедала большинство без всяких стандартов, качества, сертификационных принципов и так далее, и так далее, и так далее. В конце 2014 года эта лавочка закрылась. Мы посмотрели, ага, внутренний рынок перенасыщен, а вывозить куда-то кроме России мы не умеем. Почему не умеем? Потому что там сидят какие-то непонятные люди, требуют какие-то сертификации, какие-то стандарты качества, какие-то качественные параметры и так далее, и так далее. Ну, в общем, как всегда. Ну, мы решили в прошлом году, что нужно плотно заниматься этими вещами. Качество, как я уже сказал, аспект, который необходим для того, чтобы выходить на внешние рынки. Цена. Ну, цена в нашей стране и цена за пределами страны это два разных понятия. Тут цена, которая сформировалась на рынке, там же рынок работает на росте с процентов по предсказуемым ценам, которые контрактуются заранее. И только там небольшая часть, 20-30% в зависимости от культуры, формируется от спотовых цен, которые сформируются на данный момент на свежем рынке. Спрос, ну, естественно, опять же, касательно спроса, спрос там более стабилен, нежели в нашей стране. Поэтому его можно предугадывать, его можно предсказывать и планировать. Ну, конкурентоспособность это опять же, мы взвешиваем все факторы, которые у нас есть на месте. Мы добавляем туда очень большой кусок, который называется логистикой. И в комплексе этих двух вещей мы понимаем, насколько мы конкурентоспособны или неконкурентоспособны там. Соответственно, решения, которые мы для себя стратегически приняли, мы должны присутствовать на двух рынках. как на рынке внутреннем, так и на рынке внешнем. Культуры, которые мы выращиваем, мы стараемся дальше выращивать, смотреть, где мы получаем, где у нас получается, где не получается. Мы пытаемся постоянно экспериментировать с новыми культурами для того, чтобы, в конце концов, через определенный период времени найти свою нишу. Назад. Эксперимент, который мы начали в прошлом году, наверняка многие слышали, многое знают, мы запустили в нашем производстве цех по очистке лук. Лук чистят очень многие, особенно в нашем регионе. Разница в том, в каких условиях они это чистят, согласно каким нормам, стандартам, правилам и так далее и тому подобное. Как я уже сказал, исходя из того, что стандарты нужны, мы сертифицировали хозяйство по Global Tech в прошлом году, мы подтвердили свою сертификацию в этом году, мы сертифицировали наше производство по стандарту ISO в прошлом году, также подтвердили этот сертификат уже в этом году. Мы движемся чуть дальше, но об этом потом как-нибудь. Исходя из тех факторов, которые сложились у нас на настоящий момент, у нас есть просто лук, который мы выращиваем, и тот лук при нашей себестоимости плюс добавленный логистическая составляющая, доезжая для нас на сегодняшний день преимущественно главный рынок это Англия, экспортный, когда он доезжает туда, включая логистику, он уже там никому не нужен. Почему? Потому что наша логистика съедает очень большой кусок себестоимости. Поэтому, естественно, к продукту нужно добавлять какую-то добавленную ценность. Соответственно, мы понимаем, что мы не хотим его ввести больше в таком виде, мы хотим его чистить, добавлять ему стоимости. В структуре полной себестоимости этого продукта часть логистики снижается, соответственно, мы становимся уже конкурентоспособными по сравнению с местными английскими потребителями, производителями и так далее, и так далее. Вот это то, что мы запустили в прошлом году процесс. Мы в прошлом году вывезли в Чичином виде порядка до тысячи тонн продукции. Потребителям понравилось, все хорошо, в этом году мы увеличили и подписали контракт с нашими потребителями. увеличение объема более чем в 5 раз. Все это мы сейчас делаем, работаем, постоянно экспортируем продукцию. В общем, все работает, все идет нормально. Это базовый момент доработки, который есть у нас. Это цельный лук почищенный, который пакуется согласно их стандартам, согласно стандартам качества и так далее, и так далее. Это первый маленький шарочек. Следующие шарочки, это производство кольцов, которые требуют больше времени, больше усилий. Это производство каких-то долей. Это следующий шар, вакуум-упаковка. То есть, разные-разные моменты, в которых можно двигаться, продвигаться, для того, чтобы юридическую составляющую, опять же, уменьшать, уменьшать и уменьшать, в результате быть намного более конкурентоспособным на этих рынках. Вот он наш шар. Вот так выглядит цех на сегодняшний день. процесс производства как-то происходит. Чистится на инспекции, дальше взвешивается, упаковывается, пропускается через металлодетектор и едет. Это один из примеров. В этом году мы поэкспериментировали с такой позицией, называется пиква. Вам поэкспериментировали выращивание, у нас получилось, поэкспериментировали, с упаковкой у нас опять получилось. Отправили на экспорт. Всем понравилось, продолжаем развивать это направление в том числе. То есть, о чем я хочу сказать. По сути. Почему рынок такой непредсказуемый у нас? Рынок непредсказуемый у нас, потому что у нас нет доверия между многими сторонами участниками этого рынка. фермер не доверяет ритейлу, ритейл не доверяет фермеру, ну, и так далее, и так далее. То есть, происходят какие-то вещи, когда кто-то говорит одно, делает абсолютно другое, потом, ну, не буду говорить о разных приятных, неприятных моментах, когда договорились на старте об одних условиях, потом цена на рынок сформировалась, другая, и контракты обязательно не выполняются, и не важно, ну, кто кого обманул. Все обманывают, всех. Поэтому, если рынок экспортный работает немножко по другому принципу, мы для себя выбрали путь как фокусный на экспорт, потому что мы придерживаемся своих обещаний, стараемся им придерживаться, так же, как и придерживаются наши клиенты там. Естественно, параллельно с этим нужно менять этот рынок для того, чтобы здесь в Украине происходило впоследствии то же самое, в результате цены не будут так волатилиться, все смогут предсказуемо делать свой бизнес, и всем будет хорошо. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Будем продолжать, если вопросов нет, если вопросы есть, задавайте, друзья. Разговариваем с представителями непосредственно компанией Green Team по вопросам хранения капусты белокочанной и, собственно говоря, всех других видов. Также приглашаются непосредственно к слову, уверенно, под аккомпанемент шатра, в котором мы находимся, не переживайте, мы там держим с той стороны. всем добрый день, меня зовут Алексей Дудаль, я представляю компанию Green Team, я технолог. В складе поздно? технология хранения капусты белокочанной компанией Green Team начинается с момента мониторинга полей. На полях мы проверяем сроки посева, само состояние продукта, выбираем материалы для анализа. также для нас очень важно, чтобы мы также рекомендации приобрели по укладке продукта и подвоза его хранения. То есть указываем на то, что как укладывать продукты, для того, чтобы не было нет повреждений, для того, чтобы в этом же продукте, который идет на хранение, явно не было заболеваний, то есть подмороженных продукта, чтобы при загрузке кокетеров, то есть не было бросков и подковные листья на предыдущем кокетерии в своих местах. Вся поступающая продукция проходит у нас в форме контроля. Мы разделяем как критические показатели и не критические. На этом слайде вы видите критические показания это поражение морозом в самой кочерыге, промерзлой кочан, поражение заболеванием, мех повреждения, кресло, скрытое и мокрое огни. То есть то, что может повлиять на хранение самого продукта. Значит, перед самой закладкой камеры, уже заранее приинфицированной вместе с коробами, которые будут граниться продукция, камера мы охлаждаем до плюс пяти градусов. Момент самой загрузки температура ставлена один градус. Продукцию загружаем, расставляя вдоль испарителей. Вся продукция, которая подлежит хранению в этой камере, загружается в течение трех пяти дней. На этом слайде вы видите изображение наших показаний датчиков. То есть у нас есть главный компьютер, на который сводится вся информация по камерам, как по температуре самого продукта, температура помещения и влажность самого помещения. Каждый день заполняется вот такая электронная таблица, в которой все изображено, все изображается в течение всего хранения. Помимо этого, помимо этого, каждый день переносным прибором замеры температуры продукта, влажности помещения мы также входим, мониторим сам продукт и смотрим за показаниями. Мы составляем отчет по хранящей у нас продукции. В этом отчете несменными есть показатели входного контроля, и фитосанитарная экспертиза этого продукта она не меняется. На этом слайде это все показания сохранения. То есть есть таблица, по которой по дням указывается влажность, температура самого продукта, температура помещения, в котором этот продукт хранится. Помимо этого мы проводим фитосанитарный мониторинг по каждому виду продукта. ну и по этому может вам более подробно рассказать наш фидопатолог Эдуард. Здравствуйте всем, меня зовут Мальчик Эдуард, представляю компанию Гориентин и Доботола. Нами проводится мониторинг полей на протяжении всего гравитационного периода растений наших контрагентов. Все поля делятся на сектора и после чего поля обходятся по диагонали. После прохождения полей все отобранные образцы, вся информация указывается в мониторинговых картах и отмечается точками и такими-то обозначениями. Все заболевания, которые встречались при мониторинге полей, они были преимущественно грибными и бактериальными. Самыми одними из вредоносных заболеваний бактериальных эффектов считаются сосудистый бактериоз и смысл. Сосудистый бактериоз, возбудителем которого является бактериус сантамонос как пестрис, она распространяется через естественные отверстия, это гидотоды или устица при высокой влажности воздуха или через механические повреждения, в том числе повреждения насекомых. Данное заболевание в хранении вызывает мокрые гнили с неприятным запахом. Также слизистый бактериоз распространяется только через механические повреждения, вызывая также мокрые гнили. И при этом продукт, который болеет в хранении этими заболеваниями, он теряет пищевую ценность и теряет лёжкость при хранении. Самыми вредоносными одним из вредоносных заболеваний, грибными заболеваниями при хранении являются белая и серая гнили. Данные гнили вызывают так называемые мокрые грибные гнили, которые наносят очень существенный ущерб продукту при хранении. он может достигать до 20-30%. Такие заболевания, как переноспороз капусты на протяжении всего эвитационного периода может вызывать тёмные бурые гнили на листьях капусты. Такое заболевание, как альтернариоз капусты, также вызывает сухие петнистости на листьях со спороношением. Также помоз капусты, который вызывает сухие гнили и пятна листьев, также вредители, мехповреждения, также могут вызывать при хранении такое заболевание, как гниение верхних листьев кочанов капусты. Данное заболевание не вредоносно при хранении, оно вызывается плесневыми грибами родов альтернария, фузариум, бенисилем, аспергилиум и такие другие. Но оно вредоносно тем, что увеличиваются затраты на снятие верхних поверхностных листьев капусты и может служить воротами для развития как других грибных заболеваний, так и для бактериальных заболеваний, например, слизистов бактериоза. Про все заболевания, которые указаны и другие заболевания капусты вы еще узнаете в следующий день. Все данные мониторинга полей, данные исследованных образцов, они заносятся нами в протокол исследований. В этом протоколе указано время, методы исследования, результаты исследований и рекомендации, если это нужно. Все исследования проводятся на базе Грин-Ти в фитоподологической лаборатории. Данная фитоподологическая лаборатория использует современное оборудование. Также для того, чтобы микроскопировать правильно, используют стандартные методы влажных камер, методы питательных средств и используют стандартные это уловные определения как грибных инфекций, так и бактериальных инфекций. Мы в нашей лаборатории проводим такие исследования, как экспертиза растительных образцов на наличии, как грибной и бактериальной определения насекомых, вредителей и другие исследования, как проводим фитоэкспертизм семянного посадочного материала на схожесть и наличие корневых гниелей, определяем фитосанитарное состояние продуктов в период закладки на хранение и проводим мониторинг состояния продуктов культурагента во время вегетации и на протяжении всего периода хранения продуктов. На этом проходение все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Мы вас благодарим. Спасибо, что с нами. Будем продолжать данные господа. На данном этапе один из самых опытных представителей компании Синдент рассказывает о средствах защиты. капусты от вредителей, от сорняков, от болезней. Доваль Микола Маколаевич, ваши аплодисменты. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Программа нашего мероприятия, которую вы получили, там так обширно названа тема моего выступления. Достаточно широко она названа на первом слайде моей презентации, вы увидите здесь уже болезней сорняков нет. Почему это происходит? Потому что наивно полагать, что за 20 минут мы с вами сможем полностью обсудить сегодня технологию защиты любой культуры, в том числе и капусты, от посева семянной борьбы с сорняками до предуборочной обработки препаратами для предотвращения как раз тех серых и белых гнилей, о которых говорил Эдуард и это препарат квадриса, которым говорил Виктор возле поля. Поэтому по этому поводу два сообщения. Первое, сегодня мы не рассмотрим все, но второе, у нас впереди с вами зима. И мы традиционно с вами встречаемся в межсезонный период. Я вас уверяю, это произойдет и в этом межсезонье. Может быть, это будет Каховка, может это будет Керсон, но с вами наши менеджеры по продажам, которые вас сюда сегодня и пригласили, которые с вами коммуницируют, естественно, по этому поводу свяжутся и вам сообщат. И в начале своей презентации я хочу сказать то, что сказал агроном данного предприятия, Сингента, самодостаточная компания с точки зрения производства овощей и капусты в том числе. То есть, вы видели гибридный ряд, он неполный, Александр Яцик вам говорил, что это только те гибриды, которые в принципе мы рекомендуем и естественно вы их выращиваете для продолжительного хранения. У нас очень хороший ассортимент раннеспелых, среднеспелых гибридов капусты, килоустойчивые гибриды капусты и так далее и так далее. И наряду с вот этим широким гибридным составом мы поставляем, производим и предлагаем на рынке также наши авторитетные средства защиты растений. Вы прекрасно об этом знаете, поэтому это большой плюс нашей именно компании, то, что в комплексе, а к этому комплексу еще привязываются наши технические сервисы, о чем вы уже слышали в поле от Олега и Степана и о чем еще мои коллеги расскажут после меня. Поэтому переходя уже непосредственно к теме, сегодня мы с вами поговорим в основном об одном вредителе, которого сегодня неоднократно упоминали в поле. Я думаю, вы его узнаете на этом слайде. Это притчево-языцы производителей капусты, а уже и лука. Лука в последние где-то 3-4 года, а капусты уже, наверное, лет 6. Я думаю, вы узнали, да, по характеру слайда. Дальше он прогрессирует. То есть на предыдущем слайде были незначительные поражения верхних листьев, дальше вы видите поражение внутрь качана. Это, естественно, табачный трипс. Ему сегодня уделим больше внимания, поскольку он действительно очень проблематичен в последнее время. Этот вредитель это очень широкий полифах. Он может развиваться на многих, многих, многих видах растений и из разных семей. поэтому как бы широко, очень широко распространен. Следующие несколько слайдов. Ну, я бы так в шутку сказал, знаете, врага нужно знать в лицо. Я понимаю прекрасно, что вы специалисты и многие читали или слышали или даже есть здесь люди, я знаю, которые изучали разных вредителей, в том числе и трипса. Поэтому, возможно, для кого-то будет повторением то, что мы с вами далее скажем. Но внешние признаки повреждений и вредоносность, не будем на этом останавливаться, вы прекрасно понимаете, что зачистка кочанов капусты, головок капусты, поврежденных трипсом иногда достигает 60-70% объема. Это случается редко, это уже слишком запущенное поле, но потеря массы капусты 25-30% от поражения трипсом, это очень широко распространенные потери на сегодняшний день, которые заканчиваются вот такими неприятными моментами. То, что я сказал, врага нужно знать в лицо. Я не буду сейчас повторять все, что написано на слайде, это открытая информация из открытых источников, вы можете почитать литературу, можете найти информацию в интернете. единственное, о чем моя коллега Светлана после меня будет говорить, информацию из интернета нужно уметь фильтровать. Сегодня это настолько доступный ресурс, что там пишут не только ученые, действительно ученые, которые изучали проблему, там пишут очень многие, и поэтому там информации очень много полезной, но есть и такая, которая может ввести в заблуждение, реально. Какие ключевые моменты я бы взял из этого слайда для агронома, вот как для меня, если мы с вами агрономы. Первое, трипс очень подвижен. За вот эти пузырьки или вздутие, которое у него образуется на ногах, и бахрома, да, которое у него образуется по переду крыльев, трипсом называют пузырьчатоногими или бахромчатокрылыми. Благодаря этому ветром трипсы переносятся на колоссально большие расстояния. Поэтому, естественно, когда мы с вами будем говорить о профилактике защиты, удаление полей капусты от полей прежде всего рапса, лука, зерновых культур, это такой правильный профилактический шаг, который, естественно, сможет снизить заселение этим вредителем наших полей, но никак не может успокоить нас с вами в плане того, что если мы в округе не имеем вот этой растительности культурной, о которой я вам только что сказал, и мы не уверены, не можем быть уверены, что трипса у нас не будет. Он очень сильно переносится на большое расстояние. Следующий момент. В отличие, например, от тли или клеща, клещей, да, тли и клещи, они образуют такие концентрированные большие колонии, которые, ну, нетрудно найти на поле, если внимательно, ежедневно и, ну, хорошо поле осматривать, не заходя только с краю, а проходя по диагонали и так далее. Тлей и клеща увидеть можно. ТРИПС, он формирует рассеянные экологии и на поле не встречается вот так прямо в одном месте очагом. Поэтому это следующий момент, на который я бы обратил внимание на этом слайде. Ну, и цикл развития. Цикл развития в зависимости от температуры может быть от 20 до 30 дней. Следующий слайд это размножение ТРИПСа. То есть, как он размножается. И здесь тоже есть несколько ключевых моментов, на которые мы с вами сейчас обратим внимание. Первое. Яйцекладка ТРИПСа не прекращается. То есть, если другие вредители, например, чешуи крылые, самка откладывает яйца единовременно, единоразово, то самка ТРИПСа откладывает яйца каждый день. в целом 100 за свой жизненный цикл. Если мы с вами возьмем жизненный цикл, ну, 20-25 дней, как мы сказали, 100 яиц, да, то это где-то 3-4-5 яиц в день. То есть, яйца откладываются ежедневно. О чем это нам говорит? О том, что если у нас на поле есть яйцекладка ТРИПСа, и мы сегодня с вами обработаем поле препаратами, которые не имеют овицидной эффективности, то есть, не работают по яйцу, через 2-3 дня у нас будет живая осадь на поле, потому что есть яйцекладка сегодняшняя, завтрашняя, послезавтрашняя, и, естественно, поскольку эмбриональный цикл, то есть, 4-6 дней, и из яйца через 4-6 дней выходит личинка, естественно, 4-6 дней, и выходит новый ТРИПС на поле, это тоже важно. Следующее, с помощью яйцеклада самка делает в паренхиме листа небольшое углубление, и яйцо откладывает туда. Мало того, что из этого слайда вы видите, яйцо очень мелкое, оно еще лежит не на поверхности листа. Найти яйцекладку ТРИПСа без специального мониторинга, то есть, отбора образцов с поля, отправки этих образцов в лабораторию, и только опытный энтомолог или титопатолог в лаборатории должен посмотреть под бинокуляром или под большой увеличивающей лупой, наивно полагать, что сам агроном может найти яйцекладку ТРИПСа в поле. Дальше, эти яйца, они имеют окраску, которая сливается с окраской листа, и личинки, особенно первого, второго, ну, и всего два поколения, личинки тоже имеют салатный цвет, и эти личинки, они похожи на взрослого ТРИПСа, только мельче. Из этого слайда общий вывод, который мы с вами сможем сделать, обнаружить очень-очень сложно, поэтому ТРИПС это тот вредитель, с которым надо бороться как профилактическими, так и истребительными методами в системе. Не получится защититься от ТРИПСа по факту его обозгружения, вот мы увидели на поле, потому что когда мы видим, когда мы говорим, что мы на поле находим ТРИПСа, мы с вами на поле находим что? Повреждения ТРИПСа, мы не находим ТРИПСа, мы на капусте не ведут, на луке там чуть-чуть проще, но сегодня мы не о луке с вами говорим, я не хочу тратить время, а на капусте мы с вами находим следы повреждения ТРИПСа, а это значит, что пуля уже заселена, это значит, что идет яйцекладка, идет размножение и так далее. Ну и на последнем слайде это есть такая в энтомологии понятие как таксисы, то есть это реакция любого насекопа или любого живого организма на внешние источники раздражения, на свет, на влажность, на температуру и так далее, и так далее. Так вот, здесь ключевым моментом для агронома таким показательным есть что? То, что утром с повышением температуры ТРИПС двигается вверх. Поэтому химические обработки, особенно если мы применяем пестициды с содержанием контактных действующих веществ или вообще работаем контактными препаратами типа каратезио и так далее, лучше по ТРИПСу работать утром, потому что после окончания темноты ТРИПС идет на свет и утром он поднимается в верхней части растений. Естественно, его легче достать, особенно на капусте. Ну, а следующий, понятно, днем он прячется на капусте между листами. Химические обработки могут быть эффективны только если есть системное действующее вещество или хотя бы сильное трансламинарное действующее вещество. Ну, и ночью все опускается туда к основанию головки. Ну, и по влажности воздуха это типичный мизофил. То есть, для него влажность воздуха особой роли не играет. Он любит среднюю влажность воздуха, но, тем не менее, проливные дожди или дождевания все-таки смывают его с растений, поэтому дождевание на капусте конечно не есть залогом того, что она не будет повреждена трипсом, особенно и на луке в том числе, но, тем не менее, дождевание капусты с точки зрения трипса чуть лучше, чем капельное рожжение. Но, абсолютно не гарантия того, что вы каждым поливом дождевания будете трипса сливать и там не надо не применять никаких химических методов борьбы. И последний теоретический вывод, а потом мы перейдем к практическим слайдам. голубь капусты идеальное место для развития трипса. Он себе там может найти и укрыться и от солнечных лучей между листьями и от перепадов температур. Он укрывается между листьями капусты там, где стабильные условия температурные. И источника питания для него предостаточно, потому что капуста это продуктовый орган, который непосредственно состоит из листьев. Поэтому трипс на капусте это действительно очень серьезная проблема последних лет, которую решать надо только комплексными методами. И комплексные методы состоят в чем? Ну, я не буду повторять там прописные эндомологические истины, это территория вокруг полей там, и так далее, и так далее. утилизации отходов я, ну, не я, мы с вами честно видим, что мы с вами сами себе вредим, когда весной все отходы полученные в результате очистки капусты, да, весь гнилой лук, который мы выгружаем из хранилищ, нестандартные гнилые кочаны капусты, которые мы выгружаем из хранилищ, мы их удаливаем, в балки, посадки, иногда, ну, я думаю, здесь таких людей нет, но для специалиста видеть, как гнилую капусту вывозят на поля, и потом запускают диски для того, чтобы ее измельчить и заделать культиватором в почву, ну, ребята, это очень-очень-очень странно видеть, это надо быть, ну, дилетантом в агрономии, но, к сожалению, в Украине этой порочной практики много, когда мы растительные отходы после хранения или течения хранения везем, опять же, поближе к полям и своим, и соседям, и остальных, поэтому, естественно, должна быть налажена утилизация отходов, я не знаю, какая она может быть, да, у нас хозяйства овощные, они, как правило, не комплексные, в Испании, например, это силостные ямы, не силостные, компостные ямы, там, где все это много лет перегнивает, но там к утилизации растительных отходов относятся очень серьезно. Следующий момент это подбор гибридов толерантных к этому вредителю. Наши менеджеры, которые представляют отдел продаж семян овощей, об этом сегодня много с вами говорили возле поля, Сингента действительно имеет линейку гибридов устойчивых к трипсу, но с другой стороны, опять же, мы с вами должны понимать, что устойчивость к трипсу, это не значит, что растительный сок растения есть ядом. И трипсу, употребляя просто, допустим, из того же блоктора, проколом, сделав прокол и употребил растительный сок, он умирает. Нет. Устойчивость к трипсу это тоже чисто физиологические моменты. Один из них это восковой налет, и это, естественно, работа селекционера, который скрещивает линии, выводка гибрид, для того, чтобы добиться максимального воскового налета, который является первым барьером для трипса, для того, чтобы трипс питался на этом растении. Второй физиологический момент, это формирование биохимического состава продуктового органа, потому что, ну, давайте возьмем, к примеру, капусту агрессор, да, медитационный период, который мы декларируем там 110 дней. На 92-95 день вы на агрессоре можете иметь вполне товарную головку, да, она еще может не достигнуть там 3,5-4 килограмма, но она будет 3-2,5 килограмма, она будет товарной, но она будет невкусной. Вот вам и Саша, и Сергей сегодня говорили о гибриде блоктор. Почему вот трипс не берет? Потому что сахара в блокторе, то есть биосинтез сахара происходит уже в процессе хранения. Трипс это все-таки живое существо, которому нужны углеводы, причем легко доступные углеводы для того, чтобы он питался, а это сахар. То есть, говоря простым производственным языком, мы знаем, что трипс любит сладкие сорта капусты, которые и сладкие уже на поле. Но, исходя из всего этого, что я вам сказал, естественно, перестойка капусты на корню по сравнению с задекларированным компанией селекционером вегетационным периодом, это провокация развития трипсов. Потому что восковой налет на листьях он не может быть вечен, он уходит со временем, сахара начинает накапливаться, и в связи с этим четкий расчет вегетационного периода и сроков посадки капусты в зависимости от тех календарных сроков, в которые вы их хотите убирать, это очень важно. И это у нас в производстве происходит, вы знаете, не всегда. Мы часто с вами встречаем гибриды поздней капусты, высаженные в третьей декаде мая, которые убирают в конце октября. и потом предъявляют претензии, что вы задекларировали ваш гибрид, который устойчив к трипсу, но извините, он поражен. Но если мы задекларировали вегетационный период 120 дней, мы понимаем прекрасно, что есть стрессовые условия в период выращивания головок, которые немножко продлевают вегетационный период, но ребята, не на месяц и не на полтора. Поэтому это очень важно. Своевременная уборка. Ну и химическая защита. То, что говорил сегодня Виктор Николаевич Руденко, агроном данного хозяйства, это систематическая, постоянная, регулярная химическая защита. Препаратов трипсов в принципе достаточно и у компании Сингента тоже, но их нужно правильно применять и есть некоторые особенности, о которых я вам сегодня скажу. Вот. Это прописная истина. Если трипс зашел в поле и стрепить его невозможно. Если мы находим в поле трипса, мы работаем на снижение вредоносности. Но вычистить поле от трипса и получить 100% головок чистых у нас с вами не получится. В портфеле компании Сингента это Теамитоксам как системное действующее вещество, которое делает как раз растительный сок вы знаете токсичным для вредителей, особенно сосущих и прежде всего сосущих. Это естественно Энжио, который содержит тот же Теамитоксам, но уже в комбинации с перетроенной составляющей и увеличивает убийственную силу продукта. Дальше это Актелик один из самых эффективных против сосущих и других вредителей наших инсектицидов с фосфороорганической группы, но с ограничением в регламентах применения, потому что вы прекрасно знаете, при очень высоких температурах фосфороорганика работает, не раскрывает свои способности полностью, ну и период ожидания естественно короче, чем например у Энжио или у Актары. Это препарат, который не имеет регистрации на овощах и я вам призываю все-таки и то, о чем сегодня говорил Денис, потому что мы говорим, что там в Европе сидят непонятные дяди, которые они хотят покупать наши овощи, а сами же здесь делаем ну не очень правильные шаги для того, чтобы эти дяди нам верили и хотели покупать наши овощи. Поэтому естественно, что регистрации у Нурелла на овощах нет, как нет и очень-очень многих фосфороорганических препаратов, кроме Актылика, но тем не менее очень широко им работают и промолчать сегодня об этом я не мог, потому что все равно очень широко применяется против группы вредителей на овощах, в том числе и на капусте. Ну, и контактник каратезион, я его все-таки привожу на слайде, но, честно говоря, в борьбе с трипсом, ну, чистый перетроид, это не самое лучшее решение. Оно недорогое, понятно, и в определенный момент частично может быть, ну, может применяться в хозяйстве, но не самое лучшее. Ведь мы не будем сейчас с вами говорить о нормах расхода препаратов, у вас все каталоги в раздаточных сумках, и на столах, я знаю, у вас есть каталоги, поэтому нормы применения препаратов вы знаете. Сейчас, переходя к следующему слайду, я вам напомню пару слов, которые мы говорили с вами о яйцекладке трипса, да, у сингента есть два продукта с высокой, очень высокой овецидной активностью, то есть с очень высокой эффективностью при нанесении на яйцекладку. Это матч с действующим веществом люпинурон и это люфокс. Чем они отличаются? Ну, просто люфокс имеет два действующих вещества, вы видите, это тот же люпинурон, и феноксикарб, да, это химические изющества с двух разных химических групп, потому что люпинурон это бензамины, а феноксикарб это карбоматы. Имея перекрестное действие и люфокс имеет, естественно, чуть выше эффективность, чем матч, ну и плюс к этому это с точки зрения выработки антирезистентных решений, эти препараты можно чередовать. Отличие между этими препаратами состоит в том также, что вы знаете, матч имеет официальную регистрацию научной культуры, люфокс у нас имеет регистрацию только на плодовых культурах и винограде, но по направленности действия эти препараты походы. Ну и у люфокса есть еще один плюс, он такой побочный, но он есть. Дело в том, что ни одна химическая обработка не имеет 100% эффективности, вы понимаете, и даже при 90% эффективности 10% особей отрождается, так вот люфокс у тех 10% которые отрождаются, он повышает стерильность самок отродившихся, то есть самки все-таки отродятся и будут питаться, конечно, но они не дадут уже следующего потомства. Оба препарата очень сильные, хорошие, но мы с вами часто уже говорили, как их правильно применять. То есть вы помните вот эти слайды о том, что это ингибиторы хитина насекомых, о том, что они безопасны для энтомопауны полезной, о том, что у них очень высокая олицидная активность, трансламинарная эффективность очень высока и я хочу остановиться вот на этом графике, который мы с вами уже видели. То есть эффективность действия на яйцекладку как чешуекрылых вредителей, так и трипсовых вещей, она, естественно, зависит от своевременности нанесения. Но если в борьбе против капустной совки, капустной моли и так далее, и так далее, мы с вами не поймаем вот этот диапазон, то есть не нанесем люфокс или мальш под яйцекладку или на свежую яйцекладку, эффективность действия против яиц падает. Применяя эти препараты в комплексе защиты от трипса, вы не ошибетесь, потому что яйцекладка трипса продолжается ежедневно. Помните, мы говорили, каждый день каждая самка три-четыре-пять яиц, три-четыре-пять яиц. Поэтому при очень сильном массовом заселении полей, и в этом хозяйстве в этом году это было только не по трипсу на капусте, а по клещам на моркови, добавление мача или люфокса в баковую смесь очень хорошо увеличивает эффективность обработки, потому что так же точно как мача или люфокса эффективно работают по яйцекладке чешуекрылых вредителей, так же точно они работают по яйцекладке трипса или клеща. То есть отрождение личинок не происходит, а это очень важно у таких групп вредителей, как трипс и клещ. Дальше вы видите, что мы не приводим мача или люфокс в баковой смеси с актериком и норелом, но все вы знаете, послеорганических препаратов не есть самыми лучшими партнерами для других. Что касается перитроидов, то да, без проблем, и норел-Д уже и есть, вы знаете, баковой смесью фосфорорганики и перитроидов. А вот таких препаратов, как ингибиторы синтезахетина, это не лучший партнер. Это не значит, что нельзя. Можно, в принципе, смешать и с актеритом, и с норелом, но лучше все-таки смешивать с теми таксамом. Вот люфенурон, то есть мач, лучше смешивать с теми продуктами, в которых есть хорошая система нит, теми таксам. Поэтому на этой таблице вы видите, он приведен в баковой смеси с актарой или с эндро. Каратезион можно относить с люфоксом, но я здесь его не привожу, потому что сказал, что чистый перитроид в борьбе именно с трипсом не есть самым лучшим решением. Ну, и есть Волиан Флэкс, здесь тоже комбинированный продукт, в котором есть хлоран Тромилипроу. Это не ингибитор хитина. Принцип действия на яйцо и на личинку при отрождении у него другой. У хлоран Тромилипроу. Но он тоже очень высокий. Поэтому Волиан Флэкс это тот продукт, который в борьбе с трипсом можно применять в чистом виде. Естественно, Волиан Флэкс вы не применяете направленности именно на трипс, потому что хлоран Тромилипроу это действующее чрестство, хорошо справляющееся с гусеницей. Но как комплексный метод или комплексная обработка, например, в августе месяце, когда у вас и опасность трипса очень высока. И уже летает капустная сока, откладывают яйцо, и уже капустный пилан летает, откладывают яйцо, и рапс уже убрали, и рапсы, и у вас рапсовый пилан заходит на поле. Вот здесь незаменим, конечно, Волиан Флэкси, потому что теоретоксам по сосучьям, в том числе, по трипсу хорошо работает. Ну а Ахлоран Тромилипро работает по чешуекрылым вредителям и по отродившимся личинкам бирса побочную. И о двух новых энсектицидах, они не настолько новые в этом году, они уже есть на рынке, вы их покупали, применяли. Я получил очень много телефонных звонков в этом году, особенно по капустной моле, когда говорили, что только ваш проклейн смог спасти ситуацию. В этом хозяйстве на втором поколении капустной моли, можете Виктора спросить, кто же с проклейном справился с этой проблемой очень эффективно, поэтому быстро, поскольку я уже перебираю время, проклейн. Новое поколение вермитинов, регистрация, не будем сейчас читать и повторять, она у нас приведена в раздаточной литературе, побочно, кстати, трипси, для этого продукта тоже есть вредителями, эффективность не 90-80%, но 50% есть, поэтому, работая проклейном по чешуекрылым вредителям, по капустной моле, совкам и так далее, вы можете это учитывать, разрабатывая систему защиты именно от трипса. Дальше, при высоких температурах самый эффективный будет препарат этот, потому что молекула устойчива к высоким температурам, это первое и второе, она глубоко проникает в растительные ткани, туда, где не проникает уже ультрафиолет напрямую и дольше сохраняется в этих растительных тканях, поэтому 35, я считаю, что это абсолютным максимумом и не рекомендую работать при 35, но до 30, от 25 до 30 проклейм абсолютно снижает свои эффективности по сравнению с, например, с 18-20, одинаково снимет вам вредителя, но и все равно любыми препаратами направленными особенно против чешуи крылых вредителей вот эта фаза обработки есть самая эффективная. Проклейм не имеет полицитной активности, то есть личинка, прогрызая оболонку яйца, не погибнет, так, например, как у мачо или у амбридо, но личинки молодого возраста не устойчивы к токсическим веществам, то есть ей достаточно будет там граммулечку растительных тканей съесть для того, чтобы она погибла. Поэтому проклейм тоже хорошо бы наносить вот в этой фазе и в принципе он хорошо снимает личинок первого-второго поколения. Если же по определенным причинам, которые может быть масса и которые не обязательно являются там, скажем, боком агронома, то есть виной агронома, может быть очень растянутый лед вредителя, лецикладка тоже идет плавно, но зачастую вы знаете прекрасно, мы с вами на поле и в саду можем найти личинку второго поколения, третьего, иногда даже гусеницу уже опушенную, то есть практически перед окукливанием взрослые особи. в этом случае естественно цель обработки должна быть и в бак опрыскивателя нужно налить что угодно допустимое и разрешенное, но смешиваем так, чтобы иметь максимальную губийственную силу, потому что взрослая гусеница очень устойчива, она очень интенсивно питается, особенно перед окукливанием, и съедает очень много растительной ткани, и поэтому если мы эту гусеницу будем снимать например тем же самым теометоксамом один, это будет сложно, она-то умрет, но дня через 3-4 после обработки, а за 3-4 дня при том интенсивном питании такие гусеницы нанесут вам большой вред. Вот в этом смысле есть амплиго, это хлорантрамилипрол, который есть в Алиамплексе, но как вы видите не с теометоксамом, аскаротезионом. По любому возрасту личинки этот продукт очень высокоэффективен. Вот она. Высокая эффективность независима от возраста личинки. Естественно, мы должны с вами понимать, что если у нас личинка первого-второго возраста, амплиго снимет процентов 90 и более, если личинка третьего-четвертого возраста, амплиго снимет процентов 70-75. Но не амплиго не снимет ничего, ну, может, процентов 20-25. В Алиамплексе и амплиго, но в Алиамплексе, я вам сказал, лучше всего по екцикладке, а вот и по первому возрасту амплиго лучше по старшим возрастам личинок. В этом году тоже многие в этом убедились, там, где, ну, культура вашего производства очень сильно растет. Честно, вы настоящие профессионалы, и в последние годы уже найти поля или сады, где была бы опушенная гусеница, личинка четвертого, пятого возраста, ну, нам такое уже очень-очень редко приходится видеть, ну, и в основном уже у людей, которые не очень профессионально или не очень серьезно относятся к делу. У вас старшие возраста личинок встречаются редко, но бывает, бывает, и мы с вами причины говорили. Ну, и последние несколько слайдов, вы знаете, компания Сингента есть инновационная компания, в Белой Церкви у нас есть опытная станция, мы проводили опыты с этими двумя продуктами, делали по две обработки, не чередуя, то есть отдельно опыт был по проклейму, отдельно опыт был по амплиго. Первая обработка была в фазе BBSN-45, ну, в принципе, это где-то на 50% развитая головка, вторая, где-то на 80-90% развитая головка. Конечно, некорректно сравнивать с тем, чем сравнивается здесь для нас с вами, но это научный опыт, вы должны понимать, это наш отдел научно-исследовательских разработок компании Сингента, поэтому абсолютный контроль это естественно вообще отсутствие каких-либо обработок. Это не сравнение с конкурентами, это не сравнение с другими продуктами, это отсутствие каких-либо обработок. Больше 25% было поражение растительной ткани личинками чешуекрылых вредителей. На проклейме Эмплиго от капустной моли вы видите, это очень низленное поражение, от капустной совки тоже поражения были незначительными. Вот это результат работы Эмплиго по сравнению с абсолютным контролем, вот это результат работы проклейма в сравнении с абсолютным контролем. Естественно, я понимаю, что такой картины ни в каких хозяйствах нет, которые нормально относятся к производству, потому что если не Эмплиго или не проклеймом, то другими какими-то продуктами обрабатывают, но вы прекрасно знаете, я не буду вас сейчас призывать анализировать, очень много сегодня на рынке предложений генерических препаратов, всем все известно, все прекрасно понимают, что оригинальные препараты эффективнее, оригинальные препараты экономичнее, вот, поэтому зачастую сиюминутный расчет, когда мы с вами в руки берем калькулятор и считаем стоимость одной обработки, многих производителей подталкивает с экономикой, это неправильно, ребята, эффективность обработки, она же не считается только ценой продукта, она считается продолжительностью защитного действия, и если вы даже сэкономили в условиях сегодняшней экономики, полторы обработки, то есть если допустим после проклейма следующую обработку вы зашли через 11 дней, а после другого препарата через 7, вы уже окупили стоимость препарата, потому что ГСМ, амортизационные отчисления на технику, зарплата механизатора, все остальное, возьмите калькулятор и посчитайте, но сегодня не этому посвящен нас день, поэтому вот эти все расчеты экономики мы с вами будем делать зимой, сейчас я вас благодарю за внимание, и если есть вопросы, я готов на них ответить либо сейчас, либо в процессе нашего дальнейшего общения, который мы с вами продолжим за чашкой чая, но у нас есть еще одни гости, тоже очень серьезные наши партнеры, которых Саша сейчас представит, и вы услышите еще и презентацию, Саша, пожалуйста. Николай Николаевич, спасибо большое, но если я представлю наших партнеров из Метро Кешенкери, насколько я понимаю, то Светлана Чойни выйдет и скажет, сейчас я, именно Светлана Чойни, дамы и господа, лидирующий, уважаемый, обожаемый, незаменимый, фитоподолог компании Сингета. Светлана Чойни, к слову, улучшивает этот микрофон. Спасибо. Огромное спасибо, всем добрый день, я так понимаю, остались самые стойкие, смелые, толерантные к холоду. Поэтому у нас небольшая такая инновация компании Сингета, мы предлагаем на овощных мастерских, на овощных садовых виноградных мастерских в этом году фитоподологический класс. Я не буду рассказывать о болезнях как будто. Я просто очень коротко постараюсь напомнить обостренных элементах петодиагностики, которые позволят и вам, и нам работать более точно и более правильно. То есть на сегодняшний момент, как уже сказал Николай Николаевич, каждый из нас это потомок и каждый понимает болезни, культур, которые выращивают уже очень много, потому что есть интернет, потому что очень много средств массовой информации и в принципе информация очень доступна. Личный мой совет это не используйте ту информацию в билет в подписи автора, потому что с точки зрения информационности это в принципе большая информационная мусорная сбалка. Если человек отвечает за то, что он пишет, он подпишется своим именем. Если там подписи нет, то вот мое личное мнение значит есть какая-то есть что-то что-либо недосказанное, что-либо преувеличенное. И сегодня с вами мы поработаем у нас, мы поделим наши общие 40 минут, которые нам выделены на две части. Мы поговорим об основах фито-диагностики и попробуем самостоятельно с помощью наших диагностических центров и Эдуарда, который перед вами уже выступал с компанией попытаться продиагностировать заболевание, которое на сегодняшний месяц на поле уже есть. Естественно, это не совсем то, и основа фитопатологии это прежде всего профилактика. Я всегда говорю, что профилактика это дешевле и экономично гораздо более выгодный прием защиты растений, чем потом уже лечение. Когда мы лечим любое растение по симптомам, которые на нем мы уже видим, мы в принципе должны понимать, что мы догоняем паровоз. То есть, если возьмем элементарный вот руд фома помост той же капусты, если мы видим первую пикниду, которая образовалась на листе, это говорит о том, что примерно на 50% весь этот лист прошит мицелем. Соответственно, эта листовая поверхность вот именно конкретно, где мы увидели одну пикниду, соответственно, эта листовая поверхность работает не на урожай нашей капусты, а она работает на патогенах. Поэтому наша с вами задача увидеть как можно быстрее и как можно правильнее те симптомы, которые нам необходимо видеть в поле. Ну и прежде всего, что такое заболевание? Болезнь растений. Болезнь растений это нарушение нормального процесса обмена веществ. То есть, если мы говорим о том, что вот человек заболел, то в принципе, если у меня насморк, я болею или если там я не наиболк сломала палец, я тоже болею. И соответственно, исходя из этого, тот же самый процесс происходит и в растении. Исходя из этого, по своей природе все болезни делятся на инфекционные и неинфекционные. Но в природе все очень взаимосвязано. И как правило, неинфекционные болезни за собой очень часто подтянут инфекционные заболевания. Почему? Потому что растение ослаблено. То есть, эллинотарно стрессовые факторы, влияние низких температур, влияние высоких температур. В конечном итоге мы получаем какие-то ткани, которые частично умерли, а какие-то и на этих, а какие-то частично то ли умерли, то ли живы. Соответственно, они не могут сопротивляться возбудителям и, соответственно, на них прежде всего появятся первые симптомы заболевания, на них прежде всего в первую очередь будет проявляться патоген. Поэтому, когда вы производите диагностику в поле, необходимо понимать, что вот те растения, которые заведомо у вас были ослаблены неинфекционными факторами, термическим стрессом, избыточной влажностью, недостаточной влажностью, вот если вы хотите увидеть болезнь, то ищите прежде всего именно на этих растениях. Ну и, соответственно, необходимо понимать, то есть, для себя, чтобы работать эффективно, защищать свои растения эффективно, необходимо понимать в первопричину. Вот прежде всего в первопричину. Вот эти вот чудесные растения, с моей точки зрения, они очень красивые, но экономически нам не выгодно. первопричина вот таких симптомов может быть несколько факторов. Это, в принципе, неправильное использование гербицидов, либо фитотоксичность гербицидов, то есть повреждение точки роста гербицидами. Это повреждение точки роста насекомыми. И такие же симптомы могут вызвать вирусные заболевания. Соответственно, два неинфекционных фактора, один фактор инфекционной природы. И зная причину, здесь мы эту причину знаем, понимаем, что это повреждение насекомыми. И мы понимаем, что нам нужно сделать в следующем году, чтобы этих симптомов у нас на поле не было. Это очень здорово, соответственно, все остальные причины мы можем, в принципе, смело исключать. Если мы говорим об диагностике неинфекционных заболеваний, то диагностировать их на сегодняшний момент очень проблематично. Но прежде всего у нас фактически очень мало кто делает точный анализ почвы на микро и макроэлементы. То есть элементарные заболевания, они выглядят таким же образом, опять же, вы видите, эти заболевания можно истолковать и как вирусные заболевания. Но это нижнее, имеется в той нижней картинке, это недостаток элементов питания. И в принципе, нормально сбалансированное питание растения решит все проблемы без внесения каких-либо средств защиты растений. очень тяжело с гербицидами. На сегодняшний момент овощные хозяйства это высокий уровень технологий, но очень небольшие площади. И, как правило, эти площади, они очень колебаются. То есть не факт, что там, где были овощи в этом году, будут овощи в следующем году. Опять же, не факт, там, где были обычные культуры, даже пшеница, подсолнечник, не будут овощей в этом году. Но, тем не менее, вот гербициды, после действия гербицидов на сегодняшний момент, оно все активнее и активнее оказывает свое влияние, в том числе, и на развитие овощных культур. Потому что накопление тех же сульфанилмочевин, особенно генерический сульфанилмочевин в почве, оно уже огромное. Мы прекрасно понимаем, что потенциал почв, который был на момент, когда в стране было развито, либо присутствовало какое-либо животноводство, он был один. На сегодня мы этот потенциал просто израсходуем, мало что добавляем замет. В итоге мы получаем то, что наша почва, она уже сама себя компенсировать не может, и после действия гербициды становится все более и более актуально. Опять же, необходимо понимать, к чему я все это веду. Я веду к тому, что когда вы передаете растение для диагностики, пожалуйста, со специалистом, который будет проводить фито-диагностику, укажите все факторы, которые на ваш взгляд очень важны. Даже если вы считаете, что этот фактор не важен, все равно укажите. Обращайте внимание на относительно симптомов проявления по полю. то есть это сплошное проявление, либо это какое-то локальное проявление. Обязательно обращайте внимание на то, как эти симптомы связаны с рельефом. Это какой-то холмик, либо это какая-то резинка. Это развито на одном сортке, либо на разных сортах, либо гибридах. Это зависит каким-либо образом от типа грунта, либо этот сплошной идет по разным типам грунта в атмосференстве. Все это может в принципе скорее позволить специалисту, который проводит диагностику, сделать эту диагностику гораздо быстрее. То есть необходимо понимать, зачастую, каким образом мы работаем. Когда к нам приходит какое-то растение, мы себя спрашиваем. На мой взгляд, это вот какое-то заболевание, либо такое-то заболевание. И соответственно, я должна либо подтвердить, либо отпровергнуть свою теорию. Чем больше факторов, чем больше факторов я буду использовать, тем быстрее, прежде всего, вы получите ответ и соответственно, тем эффективнее вы сможете сработать от того или иного заболевания. Очень неблагодарное дело давать консультацию по телефону. Но очень часто и мне, и Николаю Николаевичу это приходится делать. Но, как правило, звучит это примерно так. У меня тут такая хрень, уважаемые коллеги, понятия хрень кедопатологии нет. То есть, есть, в принципе, элементарные, скажем так, принятые, научно принятые типы проявления болезни. Поэтому, вот, если вы будете хотя бы оперировать уже этими терминами, это позволит и нам работать эффективнее, и вам работать эффективнее. но вы должны понимать, что консультация по телефону, либо еще такой вариант лечения по постановке диагноза по вайберу, это, конечно, очень здорово, но иногда это может быть чревато. Поэтому, по возможности, старайтесь от этого, все-таки, этих средств избегать. Итак, каким образом работает любая фатологическая лаборатория? Прежде всего, к нам приходит растительный образец, он должен быть импубирован. То есть, для него создаются условия, которые будут благоприятны для патогена и попровоцируют спараношение. Любой, скажем так, любой протокол считается абсолютно адекватным и абсолютно правильным только в том случае, если к этому протоколу приложена микрофотография возбудителя. Все остальное это только предположение. Увы, и к сожалению. Дальше проходит, то есть, мы закладываем влажные камеры, инкубируем образец, выдерживаем до момента получения спараношения, микроскопируем спараношение, убеждаемся, что это тот или иной возбудитель и даем рекомендации, свои рекомендации. Почему все-таки важно докопаться до истины? Смотрите, просто пример. Элементарное заболевание, черное, но что капусты. Всем знакомо? В принципе, знакомо всем. Данное заболевание вызывает три вида возбудителей. Это резектония, ития, и альпидиум. Причем, заметьте, если мы говорим только об альпидиуме, то мы говорим, что для нас этот возбудитель будет опасен для несоответственных порок. Если говорим о текеум деполиану, то данный возбудитель будет опасен в принципе для капусты и для свеклы. А если мы говорим о резектонии, то данный возбудитель будет опасен для картофеля, и резектония, что самое интересное, резектония соляний, это возбудитель, который в принципе будет опасен для пшеницы, который в принципе будет опасен для подсолнечника. И самое интересное, что эпитиум, перезоктомия очень тяжело диагностировать. Почему тяжело диагностировать? Потому что эти грибы не дают проношение. И их диагностика проводится по скорости роста и по росту на питательной среде и по характеру распространения мицелия. То есть по той картинке, которую дают нам мицелий. Но патоген способен очень легко поражать практически всю эту культуру, которую мы имеем на своих полях. Не только овощные, но и обычные сельхозкультуры. Почему важно понимать еще вот, почему важно понимать какой тип вас зрителя у вас присутствует? Каждый патоген имеет свой жизненный цикл. И исходя из этого жизненного цикла, мы можем достаточно, скажем так, достаточно просто с точки зрения геологии определить, где же его слабая составляющая, чтобы на нее повлиять. Вот побороться с кинолкой хвоста очень проблематично. Почему? Смотрите. Это патология. Вот я своим студентам всегда говорила. Смотрите на микроскоп. Если стадия, которую вы видите, свекла окрашенная, значит, на нее довольно легко повлиять. Если споры тёмно окрашены, значит, на них повлиять значительно тяжелее, и значит, они более устойчивы к различного рода физиологическим факторам и термическим стрессам. И, соответственно, вот когда мы видим, в принципе, цикл развития целой капусты, мы говорим о том, что если на данном поле у вас появилась тела, просто приобретите свои манатки и с капустой уйдите лет на семь с этого поля. Это будет самый экономический, выгодный способ защиты от данного заболевания, потому что патоген сохраняется в почве семь лет. Если вот мы говорим, допустим, о фитофторозе, то, зная цикл развития фитофтороза, мы, в принципе, понимаем, что вот когда у нас появляются первые симптомы на листьях, защитить другие листья мы можем на тот момент, когда мы видим спороношение на этом листе и спороношение еще молодое. В этот момент сработав пундицидов мы позволяем себе защитить все остальные листья, которые не поражены. Поэтому, опять же, очень важно все-таки в конечном итоге докопаться на того, какой же патоген присутствует и какая конечная вредоносность от него может быть. Когда я говорю о конечной вредоносности, это значит, что я имею в виду не только данное поле в данный момент времени, вот данный год. Я говорю о том, что может быть еще через год, через два и через три. Пузырезное увядание капусты. В принципе, опять же, подобные симптомы могут быть, если переуплотена почва. Подобные симптомы будут, если будет какое-то голодание на какой-то из элементов питания. Либо, если же мы видим спороношение в микроскоп, то мы говорим о том, что это грибородок ударит. В принципе, вот, альтернариоз – шикарное спороношение, очень шикарно выглядит в бинокуляре, очень шикарное спороношение выглядит в микроскоп. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что очень интересный нюанс для капусты в бактериальном заболевании. Их очень много. Почему много? Потому что, в принципе, ну, понимаем, белковая среда, которая очень, которая очень… Это вот те сахара, которые в той форме, которую очень любят бактерии. Плюс само растение, оно большое аминосистое. И интенсивность роста у него очень будет зависеть от, скажем так, режима увлажненности почвы. Восковой налет позволяет, в принципе, частично защититься от вирусных заболеваний, потому что сосущие вредители не особо сильно, вот такие, какие являются переносчиками, они, как правило, не особо сильно любят капусту за счет того, что именно присутствует восковой налет. Но с вирусами и с бактериями бороться очень тяжело. Почему тяжело? Потому что, ну, допустим, те же вирусы – это не клеточная форма жизни, чтобы победить вирус, нам нужно… То есть, они живут только в составе растительной клетки, а не внутри этой растительной клетки. Чтобы победить вирус, нам нужно убить ту клетку, в которой они находятся. Соответственно, мы убиваем фактически растения. Боремся с вирусами мы только за счет переносчиков. Опять же, нам необходимо понимать прежде всего природу. И если это вирусная инфекция, то необходимо искать переносчиков, понимать, где эти переносчики локализуются и принимать какие-то меры по контролю этих переносчиков. Ну и то, что делает, в принципе, наша лаборатория, да, я так понимаю, лаборатория компании Green Team, мы проводим фито-диагностику растительного материала, в принципе, семенного материала, абсолютно всех культур. Время для диагностики – это 5-10 дней. Основной спектр – это грибные бактериальные инфекции. Мы работаем также с вирусными инфекциями, но с вирусными инфекциями на сегодняшний день только зерновых культур. То есть у нас есть иммуноферментный анализ, который работает только на зерновых культурах. У нас просто нет ферментов, ну, их нет в базе для овощных культур. И у нас есть ПЦР-диагностика. ПЦР-диагностика в режиме Real Time, которая позволяет нам определить грибы. Вот ту же резоктонию у нас есть, уже на сегодняшний момент мы сделали дуплет резоктонии, который позволяет определять наличие гриба в любых растительных тканях. То есть ту же черную ножку, допустим, с помощью Real Time мы можем определить, будет ли это возбудитель рода резоктония. Что, в принципе, тоже имеет большое значение, допустим, если у вас не только овощной всегооборот, но и присутствует обычная культура. Как результат работы лаборатории вы получаете протокол с вашим номером, присвоен конкретно вашему образцу. Протокол обязательно с рекомендациями и протокол обязательно с вашими уникальными фотографиями, как растительным материалом, так и микрофотографированием. При этом обращаю ваше внимание, что, в принципе, на предыдущем слайде было, диагностику фитонематод мы тоже проводим. Мы не будем устанавливать вид нематоды, но является ли это нематода растительная и способная на приварить и повредить растения, мы как бы можем установить. Единственное, что на сегодняшний момент, к сожалению, нематерицидов из-за гестренок у нас нет, хотя над этим компания зенгент опять-таки работает, но установить наличие нематода мы можем, если коротко. У меня все. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.